О, Эрик, привет! Со Швейцарией сразу первый человек. Так, мне Швейцария постоянно. Сейчас маякует парад, да. Почка, привет! Катя, Михаил, класс, спасевочки, всем приветики. У меня сегодня темы нет. Ну, как обычно, я каждый эфир начинаю, я говорю, у меня темы нет, но стоит зацепиться за один какой-то вопрос, сразу найдутся темы. Нелли, здравствуйте! Обожаю вас сегодня хотела видеть, вам написать. Пожалуйста, зайдите в прямой эфир, я так по вам соскучилась, вот ты заходишь. Марта, всё по вашим желаниям. Привет, Андрей, напеваю. Королай, привет, конечно, хорошенькая, добрый день. Слушайте, сегодня такое классное солнце, я утром проснулась, ну как утром, в обед. И у меня в окно, тут на третьем этаже, деревья прям очень близко расположены с окном, у меня всё окно зелёное, так классно из солнца пробивается, блин, я вообще кайфую. Как у вас настроение? Читала только что, Далматова, 5D в слух, и челюсть болит. Вот, это что, как вы там такое читали, интересно? Мантры. Я очень ждала эфир. Ну, давайте тогда, раз эфир, давайте о чём-нибудь поговорим. У меня на ютюбе закончились видяшки. Всё, что я в отложку откладывала, и резать лень. Вот мне ютюб показывает то, что средняя длительность просмотра 15-18 минут, а все мои видео по часу. Вот, и я подумала, что надо резать всё, и, короче, лень, и не буду. А так можно было бы кучей эфиров растянуть, прикиньте, часовых ещё на 4 части, если порезать. Можно было бы на месяц ещё, но думаю, нет, тогда у меня не будет мотивации ничего записывать и выходить. Опять новая стрижка. Не, муж меня ещё не подстригал с тех пор, хотя сейчас он говорит, давай мы тебя покрасим, и он хочет опять меня обрезать. Я, короче, боюсь, я не хочу обрезаться, хочется волосы потращивать. Я просто не мыла голову два дня, и мне так хорошо не выкладывался. Привет, бывает, что ты в жертву влетаешь или уже нет? Да, конечно, Оксана, бывает. Я очень часто просыпаюсь, уже на многих эфирах говорила, злая, злющая. Я не могу найти этой злости вообще причину на самом деле. И утром просыпаюсь просто в плохом настроении. Но стоит мне посмотреть в окно, вспомнить... Вспомнить, да, стоит. Но это я не всегда делаю. Первым делом, если залазю в интернет и вижу там то, что что-то мне не нравится, я начинаю плохо себя вести. Вот, но стоит мне вспомнить то, что, блин, начнись. Ты что сейчас творишь? Я сразу уже выхожу из этой жертвы, и день потом случается кайфовый. Блин, что-то так отлично. Для чего я, ты, мы захотели эту всю хрень с вирусом, масками, перчатками? Да, потому что люди начинают просыпаться, это же отражение ваших собственных масок, чтобы вы это всё увидели и начали больше находиться в себе, начали обращать на себя внимание. Вот эта вот вечная гонка бешеная, да, там, за деньгами, за желаниями, за счастьем, что я где-то чего-то как-то достигну, ну, знаю, поумнею, выучусь, там, пройду какую-то школу, вот за работу, там, или куда-то слетаю. Вот эта вечная гонка, она очень тормозит же нас. Прикиньте, да? Движуха тормозит нас. Вот такие дела. Вот, ну, просто движуха не в той теме. И коллективное сознание. Каждый человек захотел пойти в себя, в глубину. Сейчас трансформация в сознании каждого человека происходит, и все начинают задумываться. И поэтому, там, блин, классная почва. Мы себя сейчас удобряем, да, чтобы как цветочки вырастить. Вот эта говняшка, которая вовне происходит, это, блин, наше удобрение. Это же хорошо, а мы сейчас себя удобряем. Не знаю даже, какими словами еще описать, но это то время, когда вы можете начать заниматься собой. Это крутое время. Вот, и то, что нужно там ходить с масками, перчатками, показывает о том, в каких мы масках ходим с вами. И почему-то это хорошо. Я, например, наслаждаюсь. У меня вообще нет проблем с этим коронавирусом. Собираюсь спортом заниматься. Третий день настраиваюсь, хотя уже марафон купила. Ну, все откладывания на потом, на завтра. Если здесь сейчас не начала, потом уже начать вряд ли получится. Надо всегда начинать по импульсу. Потом он проходит, интереса нет, какие-то дела, и все. И мы опять себя забыли. Но надо развивать не только нашу голову, вернее, наше сознание, наш дух. Нам еще и с телом надо разбираться. Но у нас одно единственное, любимое. Потому что без тела мы не можем чувствовать, мы не можем жить. И, блин, его надо любить, хохолить или леять. Поэтому, блин, сейчас такое классное время заняться спортом. Пожалуйста, турники сейчас в каждом районе есть. Возле каждого дома. А если нет дома, можно качать пресс, танцевать, прыгать. Вот это я сейчас сама себе говорю. Потому что я спортом пытаюсь заняться тоже. Третью неделю. Вот, Куралай, спасибо, что ты мне напомнила. Мне стыдно. Стыдно. Что я такая с умным лицом сижу такая. Ух, мне еще и телом надо заниматься. Бегайте, прыгайте, танцуете. Вот. Но я, кроме танцев, пока еще ничего не делаю. Вот. Мне нужны денежки поиграться опять на бирже. Новых акций купить. Я иду танцую. Натанцевала, денежки пришли. И такая, ну и все. Типа спорту хорре. Вот. На самом деле нужно, блин, посерьезнее сказать, отнестись к своему телу. Так. Вот сегодня была как раз у меня тема. Я рассуждала насчет погоды. Увидела, что несколько дней будут дожди. Я поняла, что это мое непроявленное. Я поняла, что я не принимаю дождь, потому что я люблю только солнце. А мне нужно понять с любовью и полюбить и дождь. И вот. И вышло солнышко, да? Не стригись на последних фотках с длинными волосами. Тебе очень здорово. А блин, ну и такие давнешние фотки. Слушайте, мне кажется, у меня телефон потемнело. Я не понимаю, что я понимаю. Я еле читаю ваши сообщения. На свет вам светло. Муковки. Нелли, твои мысли про энергию. Если нет сил и нечего делать. Слушайте, а напишите, пожалуйста, вам всем темно меня смотреть? Такое впечатление, как будто вот один свет, такой темный силуэт. И я себя вообще не вижу на экране. А потом буду сообщения читать. Хочется у меня их читать. Просто думаю, может, перезайти в прямой эфир. Сама себе что-то за тут тварью. Ладно, давайте про энергию. О, я починить на себя начала. Нормально. Но что такое энергия? Энергия — это на самом деле... Её нет, и она во всём. И энергия — это не какой-то материал, как ресурс, который мы используем на то, чтобы что-то делать. Энергия — это наше движение, вот как, блин, в розетке. Ток, там мы же не наполняем телефон чем-то, да, какой-то субстанцией, мы там расставляем движок. Ток — это когда движется внутри ничего. То есть это не частицы там же движутся, там из-за напряжения движется ничего. Блин, это ещё пока даже многим учёным не объяснимо, что происходит в проводах. И электрики только теорию знают, да, но, блин, вот это понятие ещё на самом деле никто не понимает. Короче, вам не энергия нужна, да, вам нужен интерес, который запускает, и напряжение, вот это вот. Напрятьящее, то напряжение, которое мы испытываем, это как пинок для нас. Вот мне сейчас некомфортно, например, сидеть в этом теле и лежать, и сидеть, и ничего не делать. Мне комфортнее, если я там позанимаюсь какой-то зарядкой, побегаю, вот. Она у меня уже деревенеет просто дома, вот, хочется попрыгать, походить, побегать. Вот я-то позавчера с мужем 5 километров отшагала. Вот, ну это, ну, как бы хочется, и вот это вот напряжение того, что сейчас мне некомфортно, и хочется встать и что-то делать. И интересно, как это сделаю. Оно и запускает в вас вот эту вот энергию, вот это движение. Когда вам интересно, вот, сил нет, потому что вам неинтересно. Вот если у вас будет интерес, тогда силы появятся. На любое желание, то есть, а что такое желание? Желание — это же тоже интерес. На любое желание рождается равное количество по модулю сил или энергии, или ещё каким бы словом вы его назвали, вот, на его осуществление. У вас нет сил, потому что неинтересно. Вам интереснее заняться рутинной работой, которую вам подкидывает мозг. Что, блин, надо убираться, надо посуду помыть, нужно там голову помыть, нужно проснуться, нужно поесть, покушать, приготовить. Короче, всё, день прошёл, и времени ни на что больше нет. И сил, естественно, нет, потому что мы наши интересы, наши желания, наши импульсы заменяем делами, которые надо. Но на самом деле они ни хрена нам не нужны. Мы, блин, сами себе их придумали, что надо. И всё. Вот. А на самом деле надо это вот с интересом поздавать, «Блин, что я сегодня такое классное новое приготовлю?» не потому, что мне надо, а потому, что мне интересно. И тогда, ну, как бы кардинально меняется, и силы откуда-то появляются. Ну, или как обходиться без чисел? Охреново знает. Просто париться считать всё время деньги и варианты, и всё остальное. Не считайте. Не считайте ни времени, ни деньги. Я не считаю. Я не знаю, сколько у меня денег на картах, в кошельках. Даже не представляю, я никогда их не считаю, не заглядываю. Мне очень понравилось правило правой руки. Кто-нибудь сетевой маркетинг занимался там в прошлое время. Как-то я занималась давно-давно сетевым в компании «Тиньши». И там, короче, такое правило правой руки, когда ты приходишь в ресторан, закрываешь правой рукой правую колонку с ценами и заказываешь, что ты хочешь. И я это с 2005-го начала практиковать и теперь я вообще не знаю. Ну, как бы я натренировала себя не наблюдать эти числа. Вот. И откуда приходят деньги, мне непонятно, честно говоря. Всегда не знаю, сколько у меня есть. Просто если так проанализировать, я как-то пыталась проанализировать мой доход, и когда бизнесом занималась, рекламой и бизнес-молодость еще проходила в 2013-м году. В 2014-м году, да. Там нас заставляли, Миша с Петей, считать. То есть воронку вот это вот все, приходы, расходы. Короче, бизнесмен должен знать там все цифры досконально. Я пыталась считать, и все мои доходы не вязались с расходом. У меня расходов было раза в три больше, чем доходов. Я не понимала, откуда. До сих пор для меня это загадка. Вот. Если вы не знаете, интересно, как, блин, сейчас материализуется вот это желание, или вот это, или придут там деньги. Ну, блин, деньги я не советую желать. Желаю на эти деньги то, что вы хотите приобрести, посмотреть, как это свершится. Не зацикливаться на деньгах вообще. Вот. Оно будет приходить, когда у вас интерес просыпается. Когда интерес просыпается, вы можете для любого желания, вот как мы сейчас игру начали делать, взять себе вот листочки, да? Взять листочки, расписать, например, мое желание, а что бы я любить для него хотела сделать по этому желанию. Ну, что мне, чем мне привлекает мое желание? Ну, например, машина, она мне дает там свободу, пишу там, свободу. Какие чувства мне машина дает? Она мне там дает, ну, там, движуху какую-то, я могу сесть и поехать, мне не надо заморачиваться, вызывать такси, там, еще что-то, хотя, блин, сесть за свою собственную машину или сесть в такси, по-моему, блин, заборочек не там, не там, я сама же придумала. То есть расписать, что дает мне каждое желание, какие чувства она дает, прожить эти чувства, блин, понаблюдать, а какой мне интерес, там, допустим, пойти в качалку, мне нравится там процесс, хорошо, а почему бы этим процессом не заняться сейчас? Интересно, а как этот процесс вот у меня сейчас произойдет, если я даже не буду дома, это делать, а как я вообще там в качалке в этой кажусь непонятно? И как только вы начинаете анализировать сами с собой вот эти вот все интересы, вот эти чувства, а как это будет, как это произойдет, начинаете наблюдать, и вам тут же, блин, тренажер муж притащил домой, беговую дорожку или велосипедную. То есть она начинает происходить очень все странным образом, когда вы ни хрена не знаете, а вам просто интересно, ну как это по-новому может быть? И когда вы в этот момент даете себе вот эти чувства, и не зацепливаться, самое главное, на деньгах вот этих вот, считать деньги, время, зачем оно вообще вам нужно, зачем вы тратите время считать время, зачем вы тратите время считать деньги, для чего? Нелли, Нелли, ты это я, все это мы, если я не принимаю душ, который я уже создала, значит я не принимаю себя, я же не могу полюбить только свою правую руку, а левую нет, блин, от этого сознания такой кайф пошел, да, Марта, классно, выиграла приз в игре, мне его не дарят, купила сама себе подарок, он где-то затерялся на почте, и таких случаев очень много, не могу понять, откуда ноги растут, а у вас непринятие, вы почему-то блокируете себе эти подарки, ну, во-первых, если с одной стороны, если со стороны почтальона, да, зайти неоднократно, я говорила, когда вы есть, да, вас могут, почтальоны все, которые вынесли вам эти подарки, которые вы пожелали, отдать, когда вы есть, когда вы находитесь в построении мира, не вот здесь и сейчас, то, что с вами вокруг происходит, если вы творцы, да, мы с этой точки зрения всегда с вами говорим в прямых эфирах, вот, я творец, я творю свою реальность через свои шаблоны мышления, через свою любовь, через свой фокус внимания, куда я направляю свое внимание, куда я направляю свой интерес, и через фильтры своих убеждений, сознания, своих нейронных связей я вижу эту проекцию, через свои собственные чувства я вижу эту проекцию вовне, вот, но если меня здесь нету, я чего делаю, я творю прошлое, какой-то параллельной реальности, которая создается здесь сейчас, я творю будущее, которое тоже не здесь сейчас находится, где-то в параллелях, я где-то там, везде, меня здесь нету, как мои желания мне сейчас отдадутся, если меня здесь нету, То есть вы не наблюдаете за собой сейчас, вы не наблюдаете за своими чувствами, у вас к себе нет внимания. Когда нет внимания, тогда мимо вас всё вот это и проходит. Поэтому откуда эти подарки к вам доставятся, если вы в себе не находитесь? Вы в построении вот этого мира всего находитесь где-то там, в параллелях, понимаете? Поэтому первое, что это и единственное, нужно находиться здесь сейчас, как это делать? Начать учиться, обращать на себя внимание, что вы чувствуете. Это есть любовь к себе, когда вы видите себя. Когда вы видите себя, но не просто закрывшись от всего мира, как в тёмной комнате, закрыв глаза и начинаем себя чувствовать. Это вообще не про это. А что вы чувствуете, глядя во внешний мир, ощущая этот внешний мир с собой. Я, например, смотрю на этот карандаш, я его ощущаю, вижу, он мне даёт определённое представление о себе, этот карандаш. Но эти чувства не в карандаше находятся, а во мне. То есть я щупаю этот карандаш глазами, но уши сейчас вряд ли его щупают, отключены. Я его чувствую руками, я его чувствую сердцем. Он мне ещё вызывает какие-то эмоции внутри, ну как-то душой его чувствую, что ли, не знаю. Какие чувства он во мне вызывает, но он такой, но ровный, прямой, какой он ещё, гладкий. Какой он может быть, карандаш? Но я на него смотрю, он ещё такой, знаете, блестящий, такой золотой, вызывает во мне такие чувства, блин, неприятно. Ну вот реально приятно на него смотреть. Вот, а взять вот эту ручку, она не очень приятная, потому что у меня муж, я, любим грызть, она погрызла. Ну, короче, такая не очень приятная, очень приятно. Вот, я когда на него смотрю, я ощущаю себя, потому что эти ощущения внутри меня, понимаете? Вот, и в это время, когда мой фокус одновременно находится в проявленном и не в проявленном, то есть одновременно вовне, я ощущаю себя, глядя вовне, я ощущаю себя. Вот, тогда я нахожусь здесь и сейчас, я понимаю, что я своими чувствами его же прямо сейчас, здесь и сейчас создаю, потому что мои чувства, непроявленные, тут же проявляются через фильтры моего сознания, мой мозг рисует определённые там картинки, формы, образы, твёрдость, уплотняет эту форму, я его ощущаю в момент, вот прямо сейчас я его создаю, понимаете, его секунду назад, пока я его не наблюдала, не существовало в моём мире. Оно существует прямо только вот здесь и сейчас, вот, как только мой фокус внимания уйдёт с него, я не буду его видеть, его не будет существовать в моём мире, я не буду от него ничего чувствовать, вот, и вот этот фокус внимания, когда вы смотрите на всё, на солнце, на суп, который вы приготовили, на себя, вы себя тоже прямо здесь сейчас создаёте, вашу форму, ваше тело, ваше сознание создаёт, блин, ваш образ полностью, вот прямо здесь, сейчас, на стул, на стол, на воздух, всё оно прямо создаётся в моменте, вот, и картинка вовне, это всего лишь внешнее следствие, это проекция вашего проектора внутри вас, и вы наблюдая, вот, сотворяете вот этой вот любовью своей, это есть сила любви, сила наблюдения, чувствовать, вы изначально всё вот это вот коллективно, ну, многие вещи, есть персональные вещи, которые вы создаёте, да, какие-то события, там, и так далее, а есть коллективное сознание, более материальные вещи, более плотной формы создаёт коллективное сознание, вот, Мы все связаны, потому что в коллективном сознании каждый человек — это одна клеточка целого тела. И мы коллективно создаём общие вещи, которые каждый наблюдает одинаково. И в это время мы все вместе... Начала одно, потом захотела другое рассказать, потом третье, и вообще ушла с мысли. Что за фига? Ладно. Мы... Попытаюсь вспомнить, о чём я. У меня бывает. Просто раз — и отключается. Что я начала про желание? Куда я ушла? Непонятно. Ну вот в этом я вся. Непоследовательная, непостоянная. Блин, классно. Я ещё говорю без плана. Круто, да? Короче, всё, куда бы мы ни направляли фокус нашего внимания, мы создаём. Картинками во внешнем мире, прямо здесь, сейчас. То есть наш мозг вот этот образ всего создаёт прямо в этот момент. Блин, это очень круто. И все желания, которые вы хотели бы получить, ну, блин, они затерялись, потерялись. Вы находились в этом фокусе внимания, вы их наблюдали, вы прям чувствовали. У вас было там предвкушение, радость, кайф. Вы были в процессе, но потом вы отключились. А вы опять начали своими шаблонами вот эти вот все вещи вокруг себя отрезать. Блин, а если там не получу, там какие-то сомнения, какие-то страхи, может быть, ещё что-то, я не знаю. Вы блокируете вот этот поток. В потоке, когда вы, блин, в своих чувствах, в потоке, в наблюдении мира, вам нравится каждая песчинка, вам нравится каждая травинка, вам нравится всё, что вы делаете. Вы никого не осуждаете, не осуждаете себя, вы никого не вините, себя не вините. Вы благодарны себе и всему миру, который вы прямо сейчас создаёте. Благодарны своим мозгам, своим нейронным связям, каждой клеточке тела Бога, каждой клеточке своей проекции, каждого человека во мне. Вы вот в этой благодарности, когда находитесь, и у вас такая любовь просыпается, вы в потоке, и тогда вот эти все подарочки не теряются. Они к вам приходят, но это состояние определённое, в котором нужно находиться. Мы из него вылетаем. У нас вот этот поток всё время блокируется нашими шаблонами. А я знаю, как должно быть. Всё, вот это вот я знаю, оно отключает вообще все потоки. Я знаю, что, блин, мне нужны деньги, я знаю. Но если вы предположите себе хотя бы, блин, на 5 секунд мне знать, блин, а с чего я взяла, что мне нужны деньги? Ну, не нужны они мне, а мы что нужны? Да пофиг вообще, если нужны, они придут. Не нужны, значит, ну, это моё желание. Я творец, я Бог. Я реальность творю прям просто своим фокусом вниманием, просто наблюдением, просто сила мысли моей уже, блин, целый мир сотворила. Мы коллективно вообще так офигенно творим. Вот, и вот эту ценность внутри, когда вы себя чувствуете вот этого творца, вот этого потока, вот эту любовь всю, вот эту связь со всем, тогда желания исполняются, но при этом вам нужно не знать. Вот, на прошлом эфире мы говорили про ценность, я ещё писала пост, как ощутить ценность. Ещё хотелось бы добавить, представьте, да, картину мира, и она состоит из пазликов. Каждая песчинка — это каждый уникальный пазлик. И вот вы — это уникальный пазлик целой картины мира. Без вас мир нецелостный, картинка не складывается, потому что там дыра, ну, без вас. Вот, ваша ценность только в состоянии того, что вы есть. Вы есть, как этот пазл, который складывает эту картинку мира. Если вас нет, ну, получается, картинка мира, она не складывается, коллективное сознание не может, блин, сложиться, потому что ему нужно взаимодействие, блин, с каждой песчинкой. Короче, ваша ценность только одна. В настоящем моменте существовать, чтобы быть вот этим пазлом, который вот эту картинку, вот эту целостность собирает. Если вы не находитесь, блин, в себе, вы выпали из этой картины мира, ну, вы где-то, блин, там, ну, вы умерли, можно сказать, вас нету, вы не находитесь в этой прямо сейчас реальности. И, естественно, какая может быть ценность от вас, если, блин, вас нету. И почувствовать эту ценность, просто почувствовать связь с этим миром, то, что вы только своим собственным существованием уже достаточно для того, чтобы этот мир сложился в идеальную картинку. только ваше собственное существование, просто быть, ни почему, уже достаточно для любви ко всему, и тем более к самому себе. То есть не нужно, чтобы себя любить, обращать на себя внимание и заботиться о себе, выдумывать для себя какие-то штуки, которые нужно сделать, достичь. То есть вот я сделаю себе пластическую операцию или наряжусь во что-то, и вот тогда я, типа, буду красивая, а пока не очень. Вот я достигну, типа, этого, и тогда меня будет за что любить. Вот я достигну каких-то творческих успехов, и меня похвалят, и только вот тогда я смогу себя любить. Да нет, вот эта вот вся мишура, за которую вы гоняетесь, она, наоборот, убивает ваш мир. Достаточно просто себя уже любить. А когда вы находитесь в счастье, да, это счастье, оно, счастье, сеть, счастье, оно уже заполняет вас всем внутри, то есть вот эта внутренняя достаточность всего, то, что я и так достаточен просто своим существованием, оно уже заполняет во внешней картинке мира всеми благами, хотелками, желаниями, ну, как проекция, как продолжение вас. Всё, я не знаю, что больше сказать, короче, почитаю ваше сообщение. Мой мозг никак не поймёт, как ничего не хотеть. Да мы хотим, мы постоянно хотим, мы хотим заполнить душевную пустоту, которой внутри нас не хватает, и мы пытаемся это внешне заполнить, а оно нужно внутри найти, оно нужно внутри, блядь, это что за русский язык? Это всё нужно внутри себя найти, все эти чувства, постоянно мысли о будущем. Ну, конечно, вы вот эту пустоту внутри хотите заполнить внешним, но не получится, никогда не получится заполнить внешним отражением в зеркале пустоту, которая стоит перед зеркалом. То есть нужно заполнить себя, то есть стоящего перед зеркалом. Вы не можете перетянуть там за зеркалье что-то, чтобы в себя вложить, понимаете? Вы с отражением, ну, ничего не можете сделать. Мир — это следствие отражения, ещё даже и с задержкой, или мгновенным вообще пофигу. Главное то, что заполнить и дать только можно стоящему перед зеркалом, то есть самому себе вот эти чувства. Вы хотите не внешнее всё. За этим внешним скрывается чувство, которое вы хотите получить. Вы еду хотите есть только для того, чтобы заполнить чувство недостаточности, чувство внутри пустоты. А что в себя можно вложить, кроме еды и воды? Ну, и ещё секс, понятно. Всё. А больше ничего не вложишь. Поэтому еда у нас сейчас там на первом месте. Мы хотим чувство насыщения, поэтому мы живём. Но чувство едой не заменить, и внешним не заменить. Поэтому многие едят и не могут никак насытиться. Ладно, опять пропосты затронула. А вот давать себе чувство никак не заменяет новую тачку. А вы не даёте себе эти чувства. Вот если бы вы действительно были, дали, распознали, что стоит за этой тачкой. Там ваши шаблоны мышления. Помимо ваших чувств и скрытых желаний вашей души, ещё стоят ваши шаблоны убеждения, что вот будет у меня тачка, вот тогда я буду себя чувствовать круто. А так вы никто, вообще ноль на палочке. Вы не чувствуете, вы, ну, жертва, да, ей нужно внешнее вот это вот всё, чтобы хоть как-то, но это ненадолго. Машина, ну, сколько она вас там, пустоту вашу заполнит внутри вас. Спросите всех жителей планеты, кто имеет машину, счастливы они, да ни хрена. Ну, есть машина, ну и нет. Разницы нет. Есть кошеринг, есть такси, есть аренда авто. Вот, ну, если вы осознаете, что мир продукт ваших желаний, и ничего во вне нет, кроме ваших желаний, если вы это понимаете, да, и осознаёте, тогда вы поймётесь, у меня сейчас нет машины, это моё желание её не иметь. Ну, моё это желание. Ну, нет у меня желания её иметь. Ну, смиритесь уже с этим. Короче, пока вы сами до этого не дойдёте, ну, вас никто не переубедит. Муж сильно повредил палец, чуть не отрубил. В какую сторону смотреть? Я понимаю, это моя боль, я часть себя хочу убрать. Юля, а что вы при этом чувствуете, когда муж поранился? Ну, что вы чувствуете конкретно? Знали, что в этот момент происходит, когда мы танцуем, и деньги, допустим, потом приходят. Я уже не помню, что я про танцы говорила. У сестрёнки аллергия сильная. Подскажи, пожалуйста, на что обратить внимание? Ну, это у вас аллергия, получается, на что-то. Что-то вы не перевариваете, да. Ваше тело сопротивляется между, ну, это ваше же чувство, да, между непроявленным и проявленным. Вот это идёт сопротивление, непринятие чего-то. Вот, кожа, мама, выдаёт это всё дело. Блин, а у меня недавно, по-моему, был пост написан, я его не выложила. Или я его не писала, или я его в старых статьях нашла про аллергию. Слушайте, я не хочу, честно, играть в доктора. У меня что-то в последнее время, когда мне задаёт вопросы про болезнь, мне не хочется спрятаться. Откройте психосоматику. Ну, аллергия, психосоматика в интернете. Почитайте там Луизы. Что она об этом говорит? Понятно, у каждого человека свой ответ. Она скажет общий на всех, но это же невозможно, да, общий на всех. Вот, и эти мысли, возможно, вас наведут покопаться в себе и найти свой ответ. Это то же самое, как мне понравилось. Блин, Вика сегодня в нашем чате офигенно сказала, что вы хотите есть, но, ну, типа, ответ получить. Вы хотите есть, но будете кормить мужа. Нет, не так. Что же она сказала? Вика, ты тут? Я к тому, что... Ну, вы не можете насытиться тем, за вас будут есть. Блин, за вас ответ дадут, а он будет, ну, если я дам свой ответ, он будет мой, но не ваш. Вам нужно задать вопросы, что я чувствую, когда у сестренки аллергия, что я по отношению к ней чувствую, по отношению к аллергии. А если бы эта аллергия была у меня, что бы я хотела сделать, ну, помимо того, что избавиться от нее, понятно. Вот. А что она мне еще дает, вопрос можно задать, да. А когда у меня аллергия, какое повышенное внимание и к чему обычно у нас? Кожа-то наша оболочка, наши маски. И все, а тут, короче, у меня мозг не работает дальше. Блин, вы страдаете чем-то? Непонятным еще. Сколько можно болеть? Хара, люди. Перестаньте болеть. Перестаньте. Ну, все болячки, это, конечно, сигнал нашего тела. Сил нет жить в городе, где я живу. А что там с городом не так? Ну-ка, расскажите себе. Прикольная у тебя футболка. Да, с Камчатки. Нелия, как считывать информацию с предметов людей, понимая, что все вокруг, это тоже я. Ну, приходите либо ко мне на курс, либо вот то, что я про карандаш вначале рассказывала. Вот. Потом, когда вы настроитесь на чистоту карандаша, вы можете читать с него информацию путем чувств и образов, которые в вашей голове. Но дело тут даже не в читке информации. Вы, когда смотрите на любой предмет, на любого человека, в вас входит тон информации об этом. Но вы просто не учитесь это расшифровывать. То есть нужно учиться расшифровывать ваши чувства и образы, о чем они говорят. Так, так, так. Вот нет утяжелителей в городе на продажу, придется творить из песка морского. А, ты про эти права. В зарядке. Как материализовать жилье? Сейчас живу с детьми в маленькой квартирке. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. А по кусочку лишаете, пока оно вообще не сдохнет. Полюбите свое тело, и не будет вот этих всех проблем ваших. Вы ни себя, ни тела не любите свое. Оно одно единственное. Ну как его можно не любить? Но вы о нем не заботитесь. Как это? Тузик-грелку. Используйте его, и все. Тело хочет чувствовать. Тело хочет подавать сигналы. Это его функция. Тело хочет доносить до вас все ваши непроявленные чувства. И вот эта пустота, которая внутри вас, вечная, которую вы испытываете и пытаетесь заполнить внешним телом, вам все это рассказывает. А вы не хотите его слушать. Начните слушать свое тело, начните чувствовать свои чувства, начните включать еще голову, потому что три единства я, дух, тело моё и ум. Это же вообще такое комбо классное, где вы вообще можете так офигенно творить. Ум пускай вам помогает расшифровывать. Пускай он ничего не знает о будущем и нахрен прошлое, которое ушло и все равно здесь сейчас творится. Пускай его функция будет расшифровывать вам ваши чувства. Спрашивайте, блин, а с чем мне эти ассоциации? Ну как расшифровывать? Что я чувствую? Я сейчас чувствую, блин, недоумение. А что для меня недоумение? Это недоумение. То есть каждый может вообще по-своему взять и расшифровать, придумать, пофантазировать какие-то ассоциации со словом недоумение. Вот я сейчас чувствую недоумение, смотря ваши вопросы, потому что неоднократно на них уже были ответы. Просто миллион этих ответов на одни и те же вопросы уже были и в видео, и в постах. И лично со многими, кто тут пишет, уже работала, и до сих пор одно и то уже, блин. И мне недоумение. Недоумение. Недумение чего-то. Короче, что-то я не умею. Трин-тин-тин. А чего? И начинаете рассуждать, накидывая ассоциации. Это просто, блин, пример привела, да? И накидывая ассоциации, там, а летящий слон, что для меня, там, да пофиг, любой образ, любую картинку, которая вот приходит на ум вместе с вашим чувством. Потому что когда вы что-то чувствуете, ум, он мгновенно рисует вам образ этого чувства в какой-то картинке, ну, как-то интерпретирует. Вы начинаете раскручивать, раскручивать сами собой, пускай, блин, вас называют, там, больными шизофренией, пофиг, главное про себя это делать, чтобы вас там вообще не закрыли. Начинаете расшифровывать, просто накидываете ассоциации. Каждое чувство умом тут же складывается, ну, блин, в какое-то видение, в какой-то образ, в какую-то картинку. Плюс вы ещё и вовне это в уплотнённой форме видите. Ну, вы, если не хотите мир расшифровывать, расшифровываете ассоциации, которые у вас в голове, накидываете, 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 а потом такие, хоп, лампочка, знаете, вот как будто включилась, и вы такие, блин, точно! Ну, точно! И всё, и вам становится понятно. Но для этого нужно разговаривать с собой. Вот этот процесс, когда вы с собой разговариваете, это и есть любовь к себе, когда вы, блин, в себе и здесь, сейчас, и сразу закрывается куча вещей, о которых мы говорим. То, что я не слышу ответы, я не могу с собой разговаривать, у меня есть концентрация на себе, я не могу быть здесь сейчас, я не могу чувствовать. Но когда вы с собой начинаете разговаривать, расшифровываете, вы уже все эти пункты, ну, галочки поставили, понимаете? Почаще начните себя исследовать, себя спрашивать. И вот эти вот вопросы, а вдруг я нафантазировал, так ум этим и занимается, блин, всё, что мы видим, это всё наши фантазии, которые тут же подтверждаются фактами. Не бойтесь фантазировать, нет правильных и неправильных ответов, но нету их. Есть ответ и вопрос к себе, вот, если вы себя спрашиваете, только вы и знаете. И как бы вы ни ответили, это всё равно ответ для вас, ну, для чего-то нужен. Ну, не может по-другому быть никак. Вот я сегодня осознала, что когда неинтересно, что нет. Вы так же пишете по-инопланетянски, как и я. Когда делаю и скачу, то наполняюсь радостью. У меня может как-то, что тут написано. Я вот сегодня осознала, что когда неинтересно. Анастасия, перепишите вопрос, что ты мне вообще никак. Теньши. Да, когда я училась в институте, я никогда не любила считать. Таблицу умножения сейчас не считаю. Сколько есть, сколько мне сейчас нужно. Ну, табличку умножения, конечно, знаю. Я логарифм, мы ещё помню. Обожаю матрицы, вот эти вот теории вероятности. Мне это вообще очень нравится. Вот, цифры можно использовать же, раз они для чего-то нужны. Вот, но подсчитывать там свои финансы и трястись за будущее, конечно, лишнее. Вот, но можно подсчитать, сколько вы сегодня умножили радости. А если нужны деньги на обучение? Вопрос тогда, почему я сейчас не хочу, для чего я хочу сейчас не обучаться? Потому что ваше желание, которое вы только подумали, оно осуществилось мгновенно. И вам просто до него нужно дойти в потоке, по импульсу, делая, что вы хотите. Не обязательно, ну, к этому желанию делать какие-то специальные целевые шаги. Вот, потому что вы каждое мгновение времени, там, 9, ладно, хулион раз в секунду, вообще попадаете в разные реальности, в разных телах. И через миг этого даже существовать, ну, может не быть, может не существовать, вернее. Вот, обучение, в данный момент есть реальность, что вы его проходите, а есть реальность, где вы его не проходите, есть реальность, где такого обучения не существует, есть реальность, где вы уже там 100 таких обучений прошли, а есть, где вы являетесь обучателем этого обучения, понимаете? но вы в данный момент в той реальности, где вы это обучение хотите, но его нет. Вы хотите, чтобы его не было. Разберитесь, почему, ну честно себе признайтесь, для чего я хочу его не проходить. Но как только вы честно признаетесь и поймёте там абсурдность каждого вашего шаблона мышления, которое будет в ответах, вы увидите, что вы уже каким-то случайным образом уже там на этом обучении. Если действительно захотите, но пока у вас нет желания там быть. Наш мир — это продукт наших желаний. Деньги всегда у нас есть, в любом количестве, но в данный миг, здесь и сейчас они вам не нужны. Вы хотите, чтобы их вот прямо в этот миг здесь и сейчас не было. И ум нам выстроит прошлое задним числом так, что их действительно нет. Но как только они понадобятся, вы будете осознавать себя в такой реальности, где ум выстроит, что вы их тысячу раз уже там заработали и вообще из семьи Рокфеллеров. Вопрос просто в принятии, то что ну примите в данный момент, но у меня такая реальность, я её сам создал, это моё желание. Я сейчас хочу, чтобы у меня не было денег, я сейчас хочу, чтобы у меня не было этого обучения. Я хочу сейчас заниматься вот этим, а не тем. Потому что эту реальность я творю здесь и сейчас, своими желаниями, своими чувствами. Мне так надо. Включите вот это женское принятие ваше, неважно, мужчина вы или женщина. Вы хотите сейчас такую реальность. Здесь сейчас вот этот миг, именно так проживать. Это самый наилучший вариант, который вообще может быть на данный момент для вас. Как только вы это принимаете, вы принимаете в себе творца то, что вы это сотворили, и вы это принимаете. Блин, женское, мужское в коннекте, и не я, не энергия, потоп, всё, блин, включается. Ваше состояние вообще другое, ваши, блин, вибрации поднимаются. Такими словами бы я это не говорила, но вот непринятие у вас просто штормит. Вы не принимаете материальную действительность так, как она есть, и хотите её поменять. А когда вы не принимаете в себе творца и хотите её поменять, это измена себе, вы себе изменяете. И тогда, блин, внешняя материальная действительность будет вам подкидывать все вот эти ситуации, где вам все будут изменять, потому что вы себе изменяете. Вы хотите это изменить, вы не принимаете, нет у вас этого принятия. Ну и плюс деньги, как они к вам придут, если вы не принимаете. Деньги приходят, когда вы в принятии, вы принимаете все события мира, которые идут, все чувства, которые есть, не подавляете их. Вы принимаете всё, как есть. Вы в принятии, и тогда что бы вам вокруг не давали, ну вы сами себе как проекцию бы не давали, вы это примете. Но у вас стоит такой блок, вы не принимаете. Вам даже их дают, но вы их, блин, не видите. Вам уже эти деньги тысячу раз подсунули. Вы не принимаете, вы их в упор не видите. Знаете, вот такое, слона видите? Нет, но он есть. Деньги тоже есть. В вашей реальности они есть. Вы не хотите их брать. Ваше желание их не видеть сейчас. И это обучение вы, возможно, уже тысячу раз прошли, но оно вам нахрен не нужно. Вы уже там всё поняли, всё знаете. Или ещё что-то. Я не знаю, что в данный момент у вас там в голове происходит. Без понятия. Но принятия вот этого не хватает вам. Вот захотела очки новые. Озвучила, нашла дома новые классные очки. Чифик его знает. Куралай, блин. Кудесница. Боль в левом плече, лапти, а что я не приняла. Творение морское. Осанка, шея, тут всё, поворот. Короче, гибкость вашу вы не принимаете, получается. Вы творите разные реальности и не хотите их принимать. Вам кажется, что вот эта хрень, вот это вот плохо, вот это надо исправить, вот это надо переделать. Да, ещё левая сторона мужская получается. Узко очень смотрите на ситуацию. Как ты пришла к тому, что сейчас поняла? Что бы я сейчас ни сказала, да, прошлое творится из точки здесь-сейчас. И вот моё сознание на тот момент, данный миг, как вот, блин, у меня есть, оно выстраивает картинки прошлого и даже будущего и всех там параллельных каких-то вариантов, вот. И с точки мига сейчас. Поэтому, что бы я вам ни сказала, это и так, и не так одновременно. Поэтому, блин, как ты к этому пришла, такой вопрос в этой теории, для меня это практика, в этой практике не существует, нет ответа на этот вопрос. Потому что, когда ты расширяешь своё сознание и начинаешь просто знать, я ничего не читаю, я не смотрю видео. Когда-то давно мои воспоминания уже подтянули, прошлое воспоминания сделали. Сейчас ум переформатировался, сделал кучу картинок из пазлов воспоминаний, что я изучала там 10-20 лет назад там всякую эзотерику и психологию, и Юнга, и Фрейда. Мне они прямо очень нравились. Я вообще не понимаю, как я тогда могла такое понимать. Сейчас, если бы я почитала, у меня возгибы потекли. Вот. В данный момент я ничего не знаю, я уже много лет ничего не изучаю. Я читала и Библию. И в 2014 году мне мальчик нравился один. У него в ВВИ-расповедание там ислам. И я, блин, ну просто нравился. Вот. Я взяла, почитала весь этот Коран, Тесур, и просто, ну, интересно было. Сейчас я... Ну, я тогда этого ничего не понимала. А сейчас я понимаю, что это как... Каждый опыт, каждое событие просто встроено, как корни, как ствол дерева, да, и просто не анализирует. Оно как-то внутри есть, что ли. Но у меня сейчас, наверное, совсем... Блин, это, короче, с одной точки зрения, да, с другой точки зрения. Я глубоко сейчас погрузилась в тему телепатии. Вот. Я её изучаю, но изучаю телепатически через себя. То есть я не изучаю телепатию по видео и по книжкам. Я даже ещё не нашла таких книг и видео, где бы про это что-то такое конкретно говорили и что конкретно делать. Я считываю просто информацию. Я задним числом давно заметила с детства, что я могу предугадывать какие-то события, либо знаю, что человек там скажет, что сделает и так далее. Откуда я это знаю? Я не знала. и задалась вопросом в сентябре, когда я была в Черногории на фестивале Университета физики и сознания. Меня там торкнула одна тема, когда я рассоздала на глазах телефон и попала в какую-то параллельную реальность и увидела полностью все события, которые со мной произойдут и как-то вернулась обратно и опять прошла этот путь, заранее знала каждый свой шаг. И это было очень как дежавю, только, блин, несколькочасовое. И, ну, у меня мозг там сломался, и я задалась вопросом, интересно, я это все-то знаю, но откуда хочу узнать? Начала задаваться вопросом и ко мне по ночам все время приходят какие-то знания, я просыпаюсь, ну, начинаю записывать либо аудио, если темно, либо, если светло, уже тексты. И с каждым днем, я все больше и больше себе вопросов задавала, как это работает. И вот мне приходит ответ, я его на практике, приходит ответ, я его на практике, приходит ответ, я его на практике, проверяю, да, потому что я вообще приземленный козерог, который не верит во все эти... Вообще, короче, я не верю ни в чего, пока не проверю. Вот. Вот. Короче, все наше сознание, у каждого человека свой собственный мир, свои знания и своя правда. И вот эта правда, она самоподтверждается, все время самоподтверждается. И когда я очень глубоко поняла, что моя правда самоподтверждается, я могу любое придумать, что я хочу, любую фантазию, и понимаю, как этот процесс происходит, он происходит, и он мне это подтверждает. И я все в какой-то момент сказала, что я обладаю этой телепатией, я умею считывать людей, я знаю, как считать прошлое, я знаю, как считать будущее. Я придумала себе разные практики, я их проверила, и они работают. И сейчас у меня две девочки пошли на курсы, они очень легко считывают людей, и я вообще просто охреневаю. Сейчас вот второй курс пошел, и многие пишут, ну, вот у нас там четвертый день. Кто-то, конечно, в ахере, а кто-то охреневает от того, что он просто думает о человеке, которого там сто лет не видел, звонит и полностью описывает, как он выглядит, как он то, все, о чем думал, о чем говорит, какие там события, что вокруг него происходит, да, и это все совпадает прям до тонких мелочей. Я просто себя спрашивала, я никого не спрашивала, потому что мне некого спросить, я не знаю, кого спросить, как считывать информацию. Я ее придумала сама. Я придумываю каждый день, потому что я каждое утро себе говорю, я ничего не знаю, мне не интересно, как я узнаю вот это и вот это, вот это. Есть практики машинального письма, которые я все время использую, я уже часто говорила про это. Когда вы просто задаете себе вопрос и начинаете писать, вот просто не думай, пишите, пишите, каляки-маляки, потом читаете, вы охреневаете, там столько ответов на ваши вопросы, когда вы отключаете вот анализ ума. Плюс есть еще классная техника через образ, когда вы задаете себе вопрос и представляете любую, вообще вот любую картинку, она не извне приходит, не от духа приходит. Вы ее придумываете на ходу, просто фантазию включили, придумали любую картинку для того, чтобы опереться на картинку, расшифровывая ее, получить свой ответ, не опираясь, потому что мозгу нужно на что-то опираться для рассуждений, не опираться на старые знания, на старые шаблоны, на старый опыт, чтобы ни на чего не опираться, а просто здесь сейчас создать новый ответ, на который ответа нет. Если бы у вас был ответ, ну, из вашего опыта, из ваших знаний, из того, что вы там прожили, вы бы уже давно этот ответ получили. Но раз его нет, значит, в пределах вот этой чистоты, вот этого мира, вот этого мига, вот этого дня у вас нет ответа на этот вопрос. Но как его создать, этот ответ, значит, нужно опираться не на старые какие-то знания, опыт, потому что, блин, если бы он был, они бы были. Значит, отметаем старые знания, я не знаю. Я приду картинку, образ, и начинаю через него расшифровывать. Просто вот я задаю себе вопрос, а как мне считать сейчас информацию с камня, да? вообще, что такое, допустим, считка информации? Да пофиг, любой вообще вопрос. Или что мне одеть, или куда пойти, или там, что будет завтра, а... не знаю, какие лотерейки купить? Да пофиг, вообще не знаю, какой вопрос может быть. Вы придумываете себе картинку, и потом накидываете ассоциации сами себе, а что... Эта картинка может мне показать, как она связана с моим ответом. Вот, там, летящий слон. Что для меня слон? Ну, слон это что-то такое большое, глубокое, объёмное, но он с отрасливой, маленьких этих мышек боится, которые вгрызаются в его лапки, да? Слон ещё для меня. Почему летающий? Ну, значит, он лёгкий, воздушный, значит, большое может быть лёгким, не обязательно большое быть тяжёлым. Я уже сломала шаблон от того, что большое, но тяжёлое. Большой может быть и лёгким. Короче, я просто беру и несу всякую пургу, другими словами, накидываю ассоциации и задаюсь вопросом, а как это связано с моим вопросом. Рассуждая, 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 я получаю ответ. Причём этот ответ, он как лампочка такой, и вот прям внутри, когда вы озарение, блин, получали, до чего-то доходили, до вас прям доходит что-то, и вы такие, ни хрена себе, вот прям вот этот поток, блин, да какой я хрена себе, блин, я просто ни фига себе, что я знаю, ни фига, что до меня дошло. Это же такая радость, и она так прёт. Когда вот вы в этих инсайтах находитесь, ваше сознание, оно очень быстро расширяется, и вы начинаете смотреть на каждую ситуацию, на каждого человека, на всё просто, на себя, с разных ракурсов. Интересно, я вот решила, что человек вот такой, а не взглянуть на него там с другой точки обзора. Так, он козёл. Интересно, а что в нём хорошего? Рассмотрели, что в нём хорошего? Интересно, а что мне в нём там не нравится? Хорошо, а что мне в нём нравится? Короче, начинайте рассматривать, это тоже расширяет ваше сознание. То есть, это всё, каждодневная тренировка, расширять своё сознание, во-первых, через, ну, вопросы к себе, через чувства к себе, и плюс смотреть на всё с разной точки зрения, и всегда задавать себе вопрос, а почему, блин, у меня вот это мнение, вот такое мнение, блин, как мне понравилось с этого секс-барса, почему я решила вот так, почему я держусь за эту правду, всегда сомневаться во всём, открывать новое, вот это и есть ваше расширение, и тогда вы будете знать, не зная. Я ничего не знаю, вообще ничего, я просто считываю информацию в моменте, когда я работаю с людьми на консультациях, допустим, я прошу вообще ничего мне не говорить, я говорю, давайте сеанс проведём, я с него сочитала информацию, я понимаю, что у него там за переживание, какая-то херня происходит и так далее, я мало что говорю людям, я начинаю это в себе прорабатывать, и наблюдаю его, как проекцию себя, как в нём произведут вот эти изменения, и человек даже не помнит, что он пришёл ко мне с этой проблемой, потому что я в себе эту проблему решаю, я сочитала с него информацию, и поняла, что она для меня, не для него, его вообще нет, он в моей жизни нейтральный персонаж, короче, вот так я и докатилась, минута осталась, нифига я с вами наболтала, так, сохраним, эфир, ну ладно, хорошо, ой, сколько тут классных этих вопросов, тын-тын-тын, я не успею на них ответить, кто ваши учителя, каждый человек, приходящий ко мне, мой учитель, каждый человек, каждый камень, каждая ручка, каждый мой образ в моей голове, это есть мои учителя, я ничего не читаю, я других не изучаю, я изучаю поведение других людей по отношению ко мне, либо в моём пространстве, задавая себе вопрос, а что я чувствую, блин, что, зачем я его создала в своей реальности, вот этого человека, либо ситуацию, вот этого учителя, зачем я создала, чем я резонирую, что мне нужно понять, что мне нужно ощутить, какие чувства он принёс с собой, вводя в мой мир, вот, всё, это есть там, где я учусь, то есть, какие точки соприкосновения, для чего, вот, я сейчас с ним срезонировала, да, для чего я с вами вот общаюсь, хотя у вас нету, блин, вы виртуальный, ну, реально так и есть, и, всё, короче, выхожу, блин, три секунды, выхожу, чтобы я не могу. Продолжение следует...